Не рисковать жизнью и не выезжать на лёд вне официальных переправ рекомендуют спасатели региона. Из-за тёплой погоды на водоёмах региона не успевает намерзать прочный слой льда. Например, в Усольском районе на Ангаре нет пока даже прибрежного льда. Если так пойдёт и дальше, по мнению специалистов, переправу здесь можно будет открыть только в январе, и проработает она чуть больше месяца. Учитывая затраты на её оборудование и содержание, вообще встаёт вопрос о целесообразности мероприятия. В нашем районе переправ не будет. У нас смысла нету делать. Например, на Белой, Мальтаново, Мальтинс, там несанкционированные съезды есть, переезжают. Но люди в Мальте переезжают полтора километра до моста. Какой смысл рисковать жизнью переезжать? Выставляют аншлаги, заградительные сооружения делают, но этого не помогает ничего. Привыкли, как раньше, переезжать. Раньше была зима суровая. Несмотря на тёплую зиму, в Херенском и Нижнеудинском районах первые пять ледовых переправ уже открыты, причём раньше срока примерно на две недели. До этого там же заработали пешеходные переходы по льдам. Всего в этом сезоне планируется оборудовать 61 ледовую дорогу в 23 муниципальных образованиях. На особом контроле спасателей обстановка на Байкале. Пока озеро свободно от льда практически на всей своей территории, а где он есть, много трещин и торосов. Поэтому об открытии переправы на Ольхон говорить пока рано. До становления льда связь острова с большой землёй осуществляется с помощью парома или судна на воздушной подушке.